шалом друзья несколько дней назад мне попалось одно интересное пророчество это не пророчество это сновидение считаю что это сновидение от господа одной американской учительницы она христианка она сидела в библиотеке и это пророчество или это откровение от господа она написала и и выставили на одном из американским сайтом там есть такой один американский сайт идея выставляет пророчество о последнем времени и так дальше она выставила это пророчество или то откровение от господа который она получила я желаю с вами поделиться поскольку это очень важное я считаю на касается не только америке она касается и также всего остального мира друзья я в начале этого года весной говорил о третьем всаднике апокалипсиса это голод друзья я делал видео поэтому говорил предупреждал людей чтобы люди молились чтобы люди приближались и господу чтобы люди получали личные откровения от господа потому что грядет великий голод на всю нашу планету а нехватка продуктов и вот буквально вчера я видел это такие сообщения в россии краснодарск красно я краснодарском крае дата правильно будет краснодарский край ввели чрезвычайное положение урожай гибнет на полях и в других областях россии то же самое гибнет пшеница гибнет картошка даши заливают общеница колос просто зерна прорастает в колосках это это зерно уже ни на годно его нельзя с него сделать хлеб она загниет и даже его нельзя посеять следующий урожай потому что он уже проросло такое время друзья мы живем интересное друзья время мы живем и вот послушайте это откровение как это американка сама пишет послушайте внимательно я сидела в библиотеке после недельных занятий с учениками готовилась к урокам на будущую неделю читает книгу о колониальной америке как я сказал она учительница но она христианка любит господа и сидела подготавливалась что-то читала библиотеки какую-то книгу за неделю я страшно вымоталась и очень устала поэтому как-то незаметно для меня глаза стали затуманиваться я несколько раз закрыла и открыла глаза пытаясь страхнуть себя сонливость когда внезапно все вокруг изменилось и оказалось не за своим рабочим столом а как будто ухода в библиотеку все было абсолютно тем же самым и обстановка и люди но книга моих руках которые я взяла почитать было совершенно другой это был какой-то здоровенный антикварный том на котором было написано нераскрытое будущее мира и все люди кто были в этот момент вокруг меня тоже прочитали наверное название моей книги и смотрели на книгу и на меня с нескрываемым любопытством я нашла место и положила книгу на стол и открыла первую страницу которая была озаглавлена события 2025 года и дальше следовал текст на подобии дневника или еженедельника месяц дата и далее все важные события и началась листать и просматривать эти страницы пока не добралась до июня страница была абсолютно пустой и дальше все страницы тоже были пустые я испугалась и разволновалась поэтому встала и подошла к окошку где сидит библиотека на выдаче книг там сделать за столиком какой-то очень приятный человек который сказал мне так причина по которой эти страницы оказались пустым и заключается в том что последние семь месяцев 2025 года принесут события которые слишком ужасны чтобы быть подробно описанными это будет величайший экономический крах который будет носить глобальный характер все все процветание и изобилие которому мы привыкли и воспринимаем как должное исчезнет один миг сменившись отчаянной борьбой за самое необходимое произойдет великая нехватка продовольствия и многие будут голодать мировая экономика руки под тяжестью кризиса в ней рухнуть власть и порядок ибо люди потеряют все сбережения и работу но больше всего меня поразило когда библиотекар сказал что с падением государств начнется повсеместное преследование христиан верующие будут испытываться страшными способами о которых мы даже никогда не думали и поэтому очень и очень многие обстоятельства буквально прижмут и к стене я заплакала и спросила у библиотекара если хоть какая-то надежда хоть какая-то возможность избежать этой темы что грядет и библиотекар ответил что для истинно верующих нет ничего невозможно и как только он это произнес пол подо мной как будто закачался и куда-то переместился и основа сидела библиотеки и читала книгу о колониальной америки друзья это не то что она упала в спячку заснула нет вот заметьте она как бы сделала за столом читала эту книгу и как будто сон как дрем она не начала падать она как бы так началась страхнула пару раз головой и внезапно оказалось совсем другой обстановке в той самой библиотеке на стоит при входе библиотеки держишь совершенно другую книгу там название этой книги были как бы нераскрытые будущее мира книга и она оказывается за 2025 год и как она читала эту книгу то есть первые пять месяцев с января по май 2025 года будет очень много сильных громких событий что-то важно будет происходить очень много важных событий будет происходить а дальше она говорит начиная с июня месяца все было пусто и когда она подошла библиотеку нашла спрашивать он сказал события которые дальше будет происходить они слишком ужасные слишком страшные чтобы быть написаны этой книге и когда она еще на что обратила внимание вот как голод нехватка продукта многие потеряют работу разрушится многие государства заметно не касается только америке оно касается многих государств и так дальше и что интересно и будут гонения на истинных верующих на истинных верующих христиан будет их преследовать и как она сказала что верующие настоящий будто испыться страшными способами о которых мы даже никогда не думали друзья и когда она заплакала и спросила неужели нет надежды до возможности то он сказал для истинных верующих нет ничего невозможно то есть это то что я всегда говорю повторяю друзья настоящих верующих господь никогда не оставит даст путь даст выход будет кормить будет защищать друзья и это дает великую надежду я когда вот читал это откровение я вспомнил а кстати даже еще важная деталь когда этот библиотекарь ну мы знаем что это не библиотекарь я думаю это ангел был когда он сказал и что для истинных верующих нет ничего невозможного сразу она как бы пол зашатался и она оказался в том самом месте где она сидела и начинал то есть продолжал что эту книгу который начал то есть это было видение друзья это было такое мгновенное видение потому что она не спала если бы она оказалась за столом там легла за столом заснула вы знаете нет а нас как вот так бог показал ей видение как на столом нас сидела так она сидела и когда она очнулась пришла в себя она сидит за столом и продолжает ту книгу колониальной америки готовясь к тому уроку которым она там хотелось что студентов своими рассказать друзья это очень интересно я вспомнил пророчество давида вилькерсона есть такая книга приложи трубу кустам твоим и глава 1 для разрушения америки зачитаю некоторые моменты но хочу еще подчеркнуть друзья а то она в день не который видела это женщина американ она касается всего мира друзья но с америки скорее всего это начнется если доллар американский обрушится это ударит рикошетом по многим странам мира вот послушайте что говорил и писал свои книги давид вилькерсон америке идет к разрушению они внезапно уничтожение приближается и немногие избегнут в один час все будет кончено и верите вы этому или нет но америка близка к потрясению и отвержение в результате быстрых и ужасных судов многие другие верующие которые постоянно прибывают молитвах и которые находятся в присутствии божьим слышат то же самое суд о двери приготовьтесь пробудитесь скоро очень скоро экономический кошмар ворвется в действительность какие уж зашающие будут известны америка близка к тому чтобы встретиться с массовой истерией когда закрывается банки и рушится финансовые учреждения и экономика совершенно выходит из-под контроля беспорядок который приближается правительство не сможет остановить насмехайтесь если вы хотите но изложенные ужасы катастрофы скоро станут трагической реальностью и скоро даже самые большие скептики познают в своих сердцах что всеобщая катастрофа неизбежна уж и миллионные сенаторы и конгрессмены будут сидеть безмолвие когда осознают что никто не состояние ничего сделать чтобы остановить хаос лидеры бизнеса политики и экономисты будут ужасе от его внезапности и далеко идущие последствия великое уничтожение следует за экономическим храком америки немысленно произойдет в америке части канады и немногие поверят этому не слушайте пророков которые говорят за мир и процветание они обмануты они не слышали истинного слова от бога бог воистину замыслил план серии ужасных бедствий против американской нации и сегодня от бога звучит его последнее обращение последний призыв обратиться и оставить злые деяния я знаю что людям не нравится слышать такие слова эти слова слишком тяжелые слишком неправдоподобны слишком громкие чтобы постигнуть и как может американская нация сегодня такая гордая могущественно и процветающий внезапно пасть и стать местным кровопролития и бедствий кто хочет верить этому кто настолько близок богу чтобы слушать звук его трубы но праведники и святые каждый день освещают себя они молятся ходатайственными молитвами за родных и близких и отвергают себя от всего что есть в этом мире они обратились господу от всего сердца отвергнув все скрытые дела тьмы они очищены и освящены они слышат шум приближающийся собираешься бурый и предупреждают и предупреждены чтобы привести порядок свои дома невеста иисуса приготовляет себя невеста иисуса ждет своего жениха друзья это откровение имел давид виткосов наверно много лет назад я думаю около 30 лет назад но то что видела это американка друзья она касается всего мира потому что если американский доллар он обвалится он обвалится это затронет как я говорю многие страны мира америки сейчас больше 35 триллионов долга друзья поэтому странный брик сможет объединившись могут отказаться от доллара и доллар как говорится в один день может обесцениться и в доллар валюту держит многие страны и поэтому размышляйте друзья размышляйте молитесь особенно те которые живут в америке я многократно говорил молитесь о месте убежища молитесь о безопасном месте убежища потому что не во всех штатах будут штаты более безопасны будут штаты где будут сильнейшие проблемы очень сильные проблемы я поэтому же говорил раньше просто повторяюсь друзья кто может быть не слышал америка это транзитная страна друзья это многим господь открыл поэтому если вы еще не молились я не знаю если у вас еще время скажу вам честно это господь уже определяет но для верующих настоящих друзья вот на это обратите внимание что для истинно верующих нет ничего невозможного друзья молитесь и да услышит господь в вашей молитве будьте благословены